Всем привет! Привет! На канале Сестры Чехтели я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Похудеем дальше. Девчата, у нас есть по туманам. Да. Весь. Не знаю, на видео, может, не видно. Не, вот так видно немножко. На небо покажи. Там так хорошо видно. Это на потеплении. На улице как бы тепло. Ну, должно быть. Должно же быть, говорят, аномальное потепление. Ну, только куда еще. И так вроде тепло. И если мы вообще в футбол как бы уходим ходить, то это уже аномальное будет потепление. Я же так легко оделась. Подумала, высвободила. Ну, прогоркла. Идешь, ноги все замерзают, лесу замерзают, голова замерзает, потому что... А потому что так тепло. Не, повышенная влажность учит. Сейчас туман уйдет и сразу же тепло выйдет. Да. Солнышко-то там вон поглядывается. Ну, да. Яна у нас на танцах. У нас главное. У нас. Опять мы это. У нас и гей париж. Света, мы так это часто говорим. Что скоро люди поверят. Девочки, это шутка. Нас просто в этом упрекаются. Мы две родные сестры. Как-то писали. Да, они все врут. Они вообще не сестры, они просто зеленые. Мы сейчас даже каждый ролик начинаем. Мы две сестры, мы видим. Это по счастью. А к родителям сколько раз мы ходили. Всем понятно, кто на кого там похож. Кто на маму, кто на папу. На ножика. Да. Кто-то там говорит, может быть, это усыновленные дети, поэтому они ни на кого не похожи. Девочки, ну посмотрите ролики. Мы там про родителей рассказываем, показываем. Миллион этих роликов. И на каждый праздник мы к ним приходим. И там, не знаю, прямо фейс на одно лицо. Все на одно лицо. Все четыре человека. Девчата, мы продолжаем. Потом со временем я заметила, муж с женой как-то становится похожи. Ну, конечно, они же едят одну и ту же пищу. И одинаково встают, просыпаются, ложатся. Мимику другу перенимают. Да. И много если лет одинаковую еду есть, они одинаково веса становятся полностью. В основном. Да и вообще даже как-то в счастье лица похоже становится. И одинаковые шутки говорят. И там, например, были слова вот эти вот. Я заметила вообще, вот те, кто живут друг с другом нормально, они так похожи друг на друга. Муж с женой. Я вчера это заметила. Я шла в пятерочку, спускалась в подвальчик. И там парень с девушками по 18 лет. Да, да. Они только встречаются. И они оба идут, ну, так, по книгу и целуются. И он светленький, голубоглазый, она светлая, голубоглазый. Я вообще подумала, что это близнецы. А это парень с девушками. Поэтому вот это Вероника Степанова, говорит, всегда выбирают мужики себе из своей стаи. Какая-то часть тела, полица, нос, там, похоже на его бабушку. Или такая же прыжная, дайодная. Его там тоже бабушка какая-нибудь. Или мама. Кормилица мама. Да, и они влюбляются именно на тех, кто из ихней стаи. Обойдем там, раздувают ветер опять. Жужики. Да. Тут же должно быть в парке красиво. И, конечно, поэтому говорят, не делайте, не обрезайте нос, там, глаза. А то вас не поймут, вы из ихней породы или нет. Ну, пройдут вдруг мимо, а может быть, так бы он заметил вас. Если бы у вас была бы носка, трошечка, там, ушки там, большие, то он бы именно вас бы там выбрал, допустим. Конечно. Или, это же мы вот недавно в ролике разговаривали, что... Или габинка какая-нибудь такая, о которой он всегда мечтал. Что Кончаловский там, вместе со своей женой. Она говорит, вы посмотрите, как они похожи. Особенно, когда... У Кончаловского жена там молодая, которая готовит. Ну, это Высоцкая. Вот. Когда Высоцкая наголо побрилась и рядом их фотографии сделали, это вылитый Кончаловский в молодость. Да? Ну, как вот человек, даже с такой разницы в возрасте, нашел полностью копию себя. В жене полностью копию себя нашел. Вот. И смотрите, и вот здесь говорят, что не вызываются тогда, когда люди, наоборот, ну, как бы не схожи по идеологиям каким-то. Но по идеологиям это сразу не вызывается. Ну, вот не схожи взгляды у них на жизнь, они разводятся. А вот те, у которых как раз они смотрят в одну сторону, они много лет и живут вместе. И пойдут. Хе-ка, обру. Слушай, у нас сегодня свадьба сегодня. Мы сегодня через геев закончили тут вообще про операции пластиковые. Практически. Все как всегда. Света пишет, девочки, в своем поселке хожу каждый день за любимым тортиком, а его нет. Думаете, мне лень? Нет. Хорошо, что он бывает один раз в месяц только. Это очень хорошо. Что он привозит редко. Да, надежда, что он дует каждый день этот торт. Конечно. Это про вчерашнюю нашу лень, что мы говорили. Лень или не лень ходить. Я же говорю не лень. Если сильно охота приспичит, то человек сбегает за своими... За своими... И на конец гоя даст. Образно говоря, в наркотики за своими этими причудами куда угодно. Я помню, я раньше за любимой своей шелурмой в другую конец города ходила. А помнишь, я в Ростове ориентировалась по любимой пиццерии? Я говорю, Кристина, а где там тот магазин? Она говорит, вот пойдешь мимо этой пиццерии, там на углу продаются вкусные бургеры. Бургеры, да. Там сосиска в тесте, раньше еще очень модно было. Вот там сосиска в тесте, а там пицца кусочками продается. И так по обознавательным знакам. Только я не по кондитерским тортикам, а по солюненькому. По такому мясному, по тестово-мясной еде. И тогда у меня была хорошая фигура, и я думала, это будет вещь. А помните, я об этом говорила? Да, ты стояняшечка была, знала все забегаловки по еде. А ела зато как. Как хороший мужик. После вахты. Слушай, я тоже после вахты. Помнишь, в 15 лет ела. Как после вахты? Мне девочки дозили, ты прям как хороший мужик. Вот мы и доелись, блин, на сутбол. Конечно, конечно. Это вот все пищевое раскрученное. Все лукается. Это как мне эндокринолог сказал, когда все у меня на свете проверили. И отправили даже к этому герматологу. Соскоп мне с головы делали. Думали, что волосы выпадают. Вдруг это псориаз или все что-то там. Ну, короче, много предположений. Проверили все на свете. И потом я пришла и говорю, ну так и что у меня, что у меня эндокринолога пытают? Он говорит, это мать. Мы разожрались. Я так сказала смелая, что пищевая распущенность у вас. Вот и все. Хорошо у нас с юмором. Ну, такая женщина средних лет. Не в возрасте и не молодая. Нормально, с хорошим опытом. Просто плохая привычка. Я говорю, и все. А я все думала, то надо на то спереть, то на то спереть. Вот. Привычка есть. Все подряд, что ни по поводу и много. Все приколочено. Говорят. Да. Я говорю, ну да. Она говорит, после солененького нам сладкое. А потом мы чередуем после сладкого опять солененькое. И так весь день. Я говорю, ну да. Ну, получается, как бы, она говорит, режим питания не выработан. Я говорю, ну да. Едим по желанию. Ну да. А с годами желание каждых полчаса. Ну да. Все верно. Она говорит, врачу можно все уже правду говорить. Я говорю, конечно, все. И сижу, да, как будто меня читывают, как будто мне пять лет. Ну, а что ты скажешь? Пищевая распущенность. И она говорит, самое главное, выработать режим питания. Питаться по времени. Говорит, вот вы едите в 9 утра. Должны вы, например, питаться в 9 утра. Не сразу же, как соскочили, и вот жрать. Она говорит, вот так глотайте эту еду из холодильника. Что-то ты ест, когда пояснулись. Не знаю, может, кто-то так ест. А мы сейчас там постоят возле холодильника, репы почешут. Потом навалят и идут кофе пить. Не знаю, может, у кого-то такие приступы булимии бывают, что прямо отстают. Ну, это уже днем можно стоять. А утром еще всем лень стоять возле холодильника. Ну да, еще больше много человек ест. Он медленно просыпается. Активные такие бодрячки, это спортивные утром встали и уже бегут. Она говорит, вы должны, например, проснуться обязательно про эту воду. Ну, это все толдычат девочки. Еще бы замечательно, зарядочку какую-нибудь легкую. Как в СССР была, знаете, такая легкая зарядочка. И она говорит, не с кофе, не кофе сладкий, даже с сахарозаменителем. Говорит, вот как бы приучить всех людей вначале выпивать этот один стакан чистой воды. Вот один стакан. Она говорит, вы можете за весь день пропустить всю эту воду. Зимой холодно, не хочется. Хочется сладкий чай, сладкий кофе с какими-то хоть булками. Но утром, она говорит, вы хоть один раз за день должны чистую воду выпить. Хоть этот один стаканчик, чтобы хоть его чуть-чуть почистить. Она говорит, вы представьте, вот что все люди пьют за день. Просто всякую воду, всякую муть-баламуть. Ничего, фильтр не чистится совершенно. Просто воду зимой никто не пьет. Обычную воду никто не пьет. Но она говорит, вот точные, полные люди, взрослые, уже не пьют воду вообще. Говорит, это у меня проблема заставлять. Она говорит, вот мы прямо пишем, будильнички. Все, ну все как обычно, девочки, мы с вами разговариваем, что нужно будильники ставить. Пять раз в день пить эту чистую воду. Кофе снимаем, снижаем, снижаем до минимума. Стараемся, если не можем отказаться совсем, переходим на один раз кофе в день. Например, если, ну только вначале вода, а потом кофе. Потому что вода это почти самое главное из вот этого всего похудения. Надо чистить организм от шлаков, от плохих печень, почистить почки, почистить. Как худеть, если все засорено. Кишечник это вообще, это отдельная история. Большой живот убирать без очистки кишечника. Не искусственного, а то начинать некоторые вот эти вот пить для поноса таблетки. На два приема пищи, на завтрак и на обед, я с собой беру. По 50 грамм отварного картофеля я все взвесила. Девочки, совсем чуть-чуть, прямо по ложечке, по одной столовой ложке. Дальше отварная курица. Ну, это я все разогрею, видите, поэтому тут кажется, как холодец. Потому что, ну, просто варилось. По отварному яйцу и немножко жареных шампиньонов. Здесь по 60 грамм. Я не знаю, почему так в контейнере много кажется. Вот. Далее я с собой беру помидорки черри и один красный болгарский перец. Помидорок я съем штуки по две. Я просто беру их с собой в офис. Мы там вместе будем на обеде кушать. Кто-то салатик может там сделать, кинь салат. Хорошего дня всем. На ужин я буду есть пачку творога 50%. Потом одно яйцо творное. Половинку болгарского перца красного. И один небольшой огурец. Девчата, а еще я вспомнила, что мне советовал эндокринолог, что надо обязательно с собой брать вот эти вот контейнеры. Разделить время, когда ты должен есть. Потому что если ты особенно работаешь в большом коллективе в каком-то, тебя могут спить панталыку, зависть к другу, к чужой еде. Ты увидишь, что что-то вкусное ест другой человек, что для тебя будет вредно. И ты побежишь покупать обязательно такие же продукты. Даже орешки какие-то дополнительные. Ты даже с контейнерами-то можешь побежать куда-то, что-то покупать. Но так ты хотя бы наешься, и все. У тебя здравый смысл начнет перебарывать уже. Вот это вот тяже. Да, процитый желудок. Так же же говорят, на голодный желудок, где с магазин нельзя ходить. Там наберешь целую телегу. Всегда такая история. Когда идешь с работы голодный, и в это же время самые крупные покупки в каждом магазине совершаются. Самый большой поток, в котором зарабатывают предприниматели в продуктовом магазине. Вот это же мы были с шести, я сработала каждый день, до девяти. Выручка за весь день самая. Самая колоссальная, чем вы весите за все сутки. Три очереди как раз в это время. Ну да. Вот такая же история у меня, девушка пишет. Не могу пить воду, только кофе. Знаешь, что так нельзя, но не могу ничего с собой поделать. Ломка начинается. Это опять про зависимость от кофе. Девочки, все люди делятся на некоторые типы людей. Вот есть зависимые люди. Это большинство людей. Их, наверное, 80%. И мы всегда от чего-то зависим. Например, у меня от алкоголя. Не от алкоголя, так он будет в карты на деньги играть. Не будет в карты играть, он бросит. Он будет косы пить. Не будет косы пить, он начнет курить. Человек с зависимым типом личности, он обязательно себе придумает какую-нибудь зависимость. Значит, надо ее уменьшить. Количество потребления хотя бы кофе. Кофе это не такая уж вредная зависимость. Но только если его уменьшить количество, до минимума, хотя бы до 2, до 2. Но если не один, не можете одну кружку. Хотя бы 2 кружки в день делать. Уже говорят, что это уже не вредно будет привычка. Не до такой степени вредно, как все остальные, которые могут быть. Мы тоже, я точно отношусь в зависимом типом личности. Сейчас у меня зависимость от еды. Самая сильная, которую я не могу перебороть. Я думаю, что если я над ней возьму вверх, вы об этом, конечно, все узнаете. Я уже стройная и красивая. Ну, а это тоже не навсегда. Это же тоже, девочки, все время на чеку. Даже с такой зависимостью надо быть. Какой-то небольшой стресс, и все, ты распылся как блин уже. Это троше. Какой-то стресс, или ты совсем можешь превратиться в худющую, приходющую, когда ты перестанешь есть. И такое может быть. Кидать в разные стороны. То потом ты и разожрался до 150 килограмм. Ой, у нас девочка в школу приходит. Ну, мама, мама за ребенком. Не знаю точно, анорексия. У нее ножки прям как аюки у меня. Не знаю. Ну, мы с ней не общаемся, так что я не знаю, что там за проблема. Видимо, анорексия точно. Ну, это вот все у нас расстройство пищевого поведения. Почему говорят, что из полного человека ты можешь запросто и в ту историю перекатиться. Смотрю на девочку, она была 150 килограммов, а теперь 40. И она теперь не знает, как ей поправиться. И она лечится от депрессии, и ей психиатр говорит, что это у вас просто расстройство пищевого поведения, которое... Вы никогда не будете с собой довольны. Вам нужно все время лечиться от депрессии. Все начинает всегда с головы. Да, что она и похудела, и даже была в идеальном весе, и ей опять ничего не нравилось. Опять ничего не нравилось. Она уже думала, как бы нос себя уменьшить. Но вот просто человек не любит себя, и все. Что бы он ни делал с собой. То есть опять все с психологией. Оттуда надо. И надо ходить к психологу или к психиатру. Это только они могут определить, почему человек не любит сам себя так сильно. Значит, что-то были какие-то травмирующие действия в детстве. Девочки, а бассейн, гидромассаж, парилку, вы не рассматриваете? Гидромассаж прикольно. Я вообще люблю очень горячий душ. Купаться в горячем душе. Но в ванне нет, потому что я очень много изучала, что это вредно для гинекологии. Поэтому я отказалась от бани, от сауна, от всего. От ванны даже горячий. Только вот душик могу себе позволить. И то для вен, мне кажется, для варикоза это тоже вредно. Ну да, наверное. Повершенно в теплой воде купаться, сколько я и не изучала материала, можно только в теплой воде. Никакой горячей вообще не должно быть в воде. Ну вот я просто не накупываюсь и не холодной теплой воды. Я как будто не покупалась. Я всегда накупаюсь под душем в горячей воде. Да, как будто я не купаюсь в горячей воде. Я купаюсь, не знаю, если в горячую воду совесть, мне сразу тошнит начинает. Голова наружу. Да. И под горячей водой. Только если встану под горячую воду, мне прям тошнит. Вот представьте, прям тошнит. И вот я купаюсь в прохландную воде. И зимой я тут бегемотики в одном опять резу. Ну будешь, скоро я могу побежать, помыть и под холодной водой, допустим. Там куда-то опаздываю, там в душ залезла, голову накнула, помыла холодной воде. Ой, ужас какой. У меня прям холодно что-то стало. О, летом, зимой. Ну вот некоторые спрашивают, Кристина, голова у тебя на улице не мерзнет? Девочке, когда холодно, я одеваю шапку. У меня, она у меня не мерзнет. Знаете, как я понимаю, что голова замерзла? Я перестаю соображать. Мне что-то в голове, это, туман какой-то. Вот если чувствую, что что-то мне помешает думать, значит, какое-то плохое влияние на голову происходит. Я не чувствую, что у меня голова замерзла, или волосы на голове, вот эта кожа замерзла. Я чувствую, что все, и начало тупить, значит, у меня голова замерзла. На улице. Вот любое подтопливание, значит, это какие-то плохие воздействия на голову. А у меня кожа на голове замерзла, на зад и уши. А, понятно. Так, а бассейн? Про бассейн мы многим рассказывали. Ой, бассейн это сказка, это вообще счастье. Вы рассказывали, что у нас хороший бассейн находится у чёрта на куличе. Да, это через весь город надо ехать, мы только из-за этого не ходим в бассейн. Смотрите, даже если на такси поедешь, то это минут 20 ехать только на такси, если очень быстро. Ну, такая шоковая машина, ну и то, это ж, наверное, пока доедешь, пробки, особенно если вечером едешь. Может быть, если бы машина была, я бы тоже туда не ездила, потому что далеко. Мы не в том районе живём, в этом наше, тут в центре единое бассейн. Ну, летом мы, конечно, на море купаемся, плаваем там, нужно забирать. А зимой, вот есть много плюсов маленького города. Многие говорят, я так бы хотела, там спокойно, хорошо детей растить. Ну, и минусов тоже предостаточно. В любом месте, где бы ты жила, много и плюсов, и минусов. Свои нюансики. Но самый главный минус – это работа. Я тут мало где заработать больше. Ну, как бы да. Зато здесь есть море. Нам же тут написали, две курицы жалуются на жизнь. Это же вот возле моря. Девочки, мы не жалуемся. Мы в любом месте счастливы. Хоть и в Астове жили, были счастливы, и в Станице Венинградской тоже были счастливы. Хоть и нам до школы надо было два часа пешка до АПа входить туда-назад. Мы все равно были счастливы. На Урале были счастливы. Девочки, мы находим счастье везде. Счастье. Здравствуйте. Ну, единственное, что вот спрашивают девочки, вы вернетесь нам обратно. Видимо, с Урала девчата писали. Кто-то написал, что про решетки, что вы обманываете, все равно решетки везде есть. Есть бандитизм, да. Я так и думала, что взяло висит. Девчата, мы про бандитизм знаем, у нас родственники там остались. Они нам все рассказывают. Ну, может быть, не так, как в 90-е годы, но... И, знаете, в маленьком городе просто легче проконтролировать всякую наркоманию и все остальное. У нас тут город, мы уже говорили, через один въезд всего, вот въезд через одно место, въезжая в город. Очень много полиции. И полиция накажется вниз. И поэтому здесь хороший контроль. Я Андрею спрашивала, я говорю, вы были здесь, вот ты за всю жизнь живешь здесь всю жизнь, были какие-нибудь такие ужасные случаи, типа как маньяки какие-то. Он говорит, нет, слава богу, не было. Фут-фут-фут. Да, фут-фут. Не было. Были бытовые убийства, там, как всегда, по синей лавочке, муж, ну, разгрежал. Или же там бизнес, там, кто-то кому-то тоже там убил синие, что ли. Ну, что-то такое было, да. Расскажем. Вот, а чтобы вот такое, чтобы кто-то приехал там и убивал его, не могли найти, такого не было. Слава богу. Почему мы говорим, что хорошо, конечно, растить детей в маленьком городе. Ну, да. Что ты, как бы, особо не переживаешь, по крайней мере, за них. Ну, да. Потому что, когда ты живешь, например, один, тебе вообще наплевать на все вокруг, что происходит. Да, ты хоть где можешь жить? Ты можешь в большом мегаполисе жить. За себя только отвечаешь. Отвечаешь, ты по вечерам ходишь и хочешь. И ты сам только в ответишь за свою жизнь. Так тебе не страшно жить, когда у тебя, как бы, никого нет. А когда у тебя уже есть за кого переживать, то, конечно, тут другая история. О, да и кинотеатр дошли. Еще в маленьком городе можно везде дойти пешком. Да, и хорошо, у нас хоть маленький городок, но здесь есть и театр, и кинотеатр. Как бы, есть куда сходить. И детский центр. Ну, в крайнем случае, можно везде съездить, поехать, чтобы уже настоящее что-то посмотреть. Ну, да. Ну, у нас в школу-то вывозят детей в зоопарк большой. У нас тут и свой есть зоопарк. Ну, в большой мод. В Ростов, Каса, да, и весь школа. Не надо, сегодня теплее чем вчера, а сегодня холоднее из-за тумана. Какой кос. Да, я что-то затубела. Побежали пить кос, а мы же собирались. Да, и на работу, девчата. Мы заканчиваем, мы вас любим, целуем. Да, целуем. Задавайте вопросики, пишите по любому поводу. Мы на все вопросы ответим. Вам хорошего дня. Да, и с вами обо всем вместе порассуждаем. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok